Ребята, всем привет! Вы на канале АМФ Филмс. Тебе сказали просто помыть тарелки, а ты взял и построил лабиринт, а ещё в нём потерялся. Обычная фэнтези-комедия под названием «Дэйв сделал лабиринт». У микрофона Марк, и мы начинаем. Энни приезжает домой и видит в гостиной картонный лабиринт. Изнутри её приветствует Дэйв. Подивившись такому чудачеству, девушка уходит в душ. Выйдя из ваны, она понимает, что Дэйв ещё не вылез. Он говорит, что начал строить лабиринт в пятницу и потерялся из размеров. Энни просит снести лабиринт, но Дэйв отказывается. Из картонного дымохода идёт дым. Энни хочет войти, но Дэйв предупреждает, что это очень опасно. Думая, что это шутка, девушка раскачивает картонные стены. Она требует снести постройку, на что Дэйв просит позвать Гордона. Выбора нет. Девушка зовёт друга. И он сразу же приходит. Девушка пустым взглядом смотрит на потолок, не понимая, зачем она припёрлась домой. Гордон напоминает ей, что Дэйв никогда ничего не заканчивает. Так что стоит гордиться, что хотя бы это получилось. Энни не очень разделяет его радость, ведь парень потерялся в лабиринте, построенном в гостиной. Друг соглашается с тем, что это очень смешно. Девушка предлагает поднять лабиринт, чтобы он выполз. Но он приклеил его изолентой к полу. Гордон пытается снять постройку, отчего Дэйв кричит как сумасшедший. Мужчина стучит по картону. Дэйв просит продолжать, чтобы по стуку он смог выбраться наружу, но всё равно теряется. Гордон звонит Леонарду. Вскоре Энни понимает, сколько людей пришло в квартиру посмотреть на постройку Дэйва. Леонард хочет зайти, однако Дэйв предупреждает, что внутри есть всякие ловушки и препятствия, которые сами по себе словно ожили. Энни собирается войти в лабиринт. Она берёт еду, воду и нож для картона. Молодец. Грэг хочет пойти вместе с ней. Брин воспринимает это как миссию по спасению. Внезапно внутри лезут все. Энни понимает, что изнутри лабиринт очень большой. Гарри с ребятами следует за ней, хотя все остальные вроде уже пошли дальше. Дотронувшись до стены, Гордон ранит руку. Его кровь капает на пол, и картон её впитывает. Он шокирован и просит повернуть назад, но все двигаются дальше. Парень находит кнопку «Не нажимай, Гордон». На неё жмёт Гарри, и появившаяся из стены боксёрская перчатка бьёт Гордона в пах. По пути они видят стену с гигантскими клавишами. Войдя в чёрную девушка, оказывается в тоннеле, который ведёт в другую клавишу. Они бегают, пока не замечают ленточку. Следуя за ней, друзья попадают в комнату, полную бумажного мусора. В конце плюётся картонное лицо, а по краям сидят журавлики. Пробираясь через бумагу, Энни натыкается на цветок, а Гордон на... на член. Один из журавликов завыл, и Энни замечает, что второй куда-то пропал. В это время вход закрывается. Для побега Энни раздвигает картонное лицо. Тем временем бездомный попивает кофе в квартире молодых людей. Его встречает Леонард, который пришёл на интервью. Увидев, что никого нет, он лезет тоже в лабиринт. Сбежав из комнаты, Энни в шоке смотрит на живое оригами, пойманное ей. Гарри записывает всё на видеокамеру. Внезапно вбегает Джейн, прерывая интервью. Все пребывают в шоке, а Джейн кайфует. Она наступает на кнопку, которая активирует механизм под ними. Девушка отшучивается, мол, ничего не боится. Но остальные же, увидев нажатую кнопку, отпрыгивают, думая, что это ловушка. В этот самый момент нож отрезает Джейн голову, а её кровь хлещет, как конфетти. В панике люди убегают. Попав в другую комнату, им становится интересно, умерла ли Джейн или стала частью лабиринта. Ведь кровь не настоящая. Брин и Грег играют в прятки, пока не задевают растяжку. Активируется ловушка, и найдя Грега, Брин видит его распятым бумажными трубками, из которых нитками течёт кровь. Девушка в страхе убегает и находит остальных. Она требует выпустить её из лабиринта. Гарри пользуется моментом и записывает происходящую драму. Энни влезает в спор и просит вспомнить, как умер Грег. Она понимает, что им надо понять секрет лабиринта. Вернувшись к месту смерти Грега, они не находят трупа. Энни думает, что он выжил и сумел выбраться. Желая сбежать, Энни достаёт нож и протыкает стену. Однако, её сдувает ветром. Они слышат шаги, но Энни всё равно открывает стену. Брин понимает, что девушка не успеет. Поэтому просит остальных выбраться. И её хватает. Минотавр. Команда убегает и находит Дэйва. Он говорит им идти следом, но заводит в тупик. Сам построил, сам тупит. Энни проводит их в комнату иллюзию. Дэйв лезет в тайный проход в коробке. Остальные прыгают следом и попадают в трубу. Выбравший из которой превращается в картонных кукол. Дэйв просит идти дальше, утверждая, что это не навсегда. Они слышат, как что-то или кто-то попало в трубу. И пускаются прочь. По пути команда обходит ловушки. Услышав одну из них, они пригибаются, уклоняясь от дротиков. Включается красный свет. И к ним приближается картонный Минотавр. Гарри думает, что всё нормально. Но Минотавр вновь становится полубыком-получеловеком. Пролезая по трубе, они вновь становятся людьми. Дэйв отдаёт Энни скотч, чтобы та сделала временную стену. И несмотря на то, что это плёнка, пройти Минотавру не удаётся. Энни обвиняет Дэйва в гибели Грэга, Джейн и Брин. Парень заявляет, что Лабиринт не должен никого убивать. Он пытается всё объяснить, но не может. Лабиринт нужно достроить. В его мешке полно строительных материалов. Гордон отказывается от этого предложения. Дэйв уверен, что закончив Лабиринт, он станет нормальным. Леонард тем временем блуждает по Лабиринту в одиночку. Ребята идут по незнакомому Дэйву пути. А чего ему кажется, что Лабиринт сам себя строит дальше. Он получился не таким, каким должен был быть. Но даже так им можно гордиться. Парень обнимает Энни. Гарри же ловит всё на камеру. Ребята доходят до комнаты с подсветкой, где у пары раскрываются чувства. На проекторе играет старый фильм, который они смотрели, когда учились в колледже. В другой комнате они находят своеобразную дыру. Всякий вошедший впадает в транс с желанием дотянуться до неё. Дэйв останавливает ребят, говоря, что это ловушка. Снимая перчатку, он показывает свою обращённую в картон руку. Энни просит идти дальше. А Леонард оказывается в той самой трубе, превращающей в куклу. Ребята видят нечто похожее на выход, но он ведёт картонную гостиную. Дэйв, пытаясь их приободрить, говорит, что в той самой дыре необходимо заманить Минотавра, чтобы закончить лабиринт. К сожалению, никто не разделяет его энтузиазма. В интервью Дэйв говорит, что лабиринтом он попытался чего-то добиться. Ему 30 лет, а родители всё ещё шлют ему деньги. Он настолько бесполезен, что даже не работает. Энни пытается его успокоить и объяснить, что сейчас надо просто сбежать. Осматривая припасы, они продумывают план побега. Гордон предлагает найти сердце лабиринта и уничтожить его. Внезапно из выхода показывается оператор, который до этого незаметно туда пролез. Он сказал, что нашёл дорогу обратно. Нужно идти по следу из семечек. Услышав приближение Минотавра, они ставят временную стену и убегают. Гордон замечает, что скотч отклеился, поэтому перед уходом он прикрепляет полотно обратно. В безопасном месте Энни спрашивает Дэйва про сердце лабиринта. Построил ли он его? Но Дэйв отвечает отрицательно. Он не хочет, чтобы его детище уничтожили. Видя его переживания, Энн позволяет Дэйву закончить, но с условием, что он построит сердце. Вместе они находят комнату с мини-лабиринтом, а затем картонную Брин. Зная, что это ловушка, Энни и Дэйв идут в центр лабиринта, пока остальные отвлекают картонную подругу. Пара идёт по тёмному тоннелю и видит альтернативную вселенную, в которой Энни живёт полной жизнью, а Дэйв стал бомжом. Вскоре они доходят до центральной части тоннеля и начинают строить сердце. Гарри спрашивает про Минотавра. Брин отвечает, что это тёмное воплощение чувства ненужности. Сделав сердце, Дэйв даёт Энни катану, которой она прорезает картонные стены. Гордон связывает Брин. Девушка превращается в огромную картонную руку. Энни и Дэйв добираются до центра и готовятся установить сердце. Гигантская рука тем временем прячется в дыре. Оператор видит, что за него зацеплен провод и его утягивают в дыру. Перед падением он кидает Гарри сумку с плёнками. От него остаётся лишь фонтан конфетти. Ребята спешат к Энни, пробегая мимо туристов, которые устроили пикник. Гордон вынужден остаться, чтобы задержать Минотавра. Энни и Дэйв установили сердце. Оно раскрывается и влияет на лабиринт. Гордон продолжает уворачиваться от Минотавра. Он пробегает мимо Леонардо, которого разрывают картонные пилы. Все с трепетом наблюдают за сердцем, но Дэйв решает его уничтожить. С помощью катаны он разрубает его, и лабиринт начинает разваливаться. Дэйв просыпается у себя дома под горой картона. Энни, Гарри, Гордон и оператор тоже пережили лабиринт. Они молча убирают мусор, а Дэйв принимает тот факт, что весь его упорный труд сгинул в никуда. Гарри спрашивает Дэйва, как назвать документалку, на что тот предлагает название. Дэйв сделал лабиринт. Гарри просит Гордона поговорить с семьями погибших. Дэйв и Энни выбрасывают картон в мусорку. Только наши ребята собираются покинуть это место, как из картона вырывается журавлик и Минотавр. Они жаждут захватить этот новый, единый мир. Конечно, можно провести аналогию с Дэйвом, что это все его эмоции, все его страхи, все переживания. И он это влил, скажем так, в лабиринт. Но концовка все обрывает, показывая, что сценаристы просто накурились, а потом такие, пойдет и так. Но задумка очень интересная и необычная. Поэтому фильм, наверное, советуем к просмотру. Картон подальше уберите, думал. Огромное, ребята, спасибо за просмотр. Как всегда, подписываемся на канал, ставим большие пальцы вверх и, конечно, пишем комментарии. Смотрите все везде. И сразу вместе с АМФ Films. Пока-пока.